Вот так вот, как всегда разговорился, как всегда разговорился. Значит, ребят, надо выживать и мне, и вам, и вашим садам. Значит, я сбросил цены на тельги, но уже в сегодняшний случай, уже сочицы беспокоятся. А придут они, а они проснулись. А у Сажи, а у них уже вот-вот засветут деревья. Вот-вот уже. И мне уже показывали эти слова, цветущее дерево. Ой, интересно, как? Ой, найти бы. Кто из вас, ну-ка, колитесь, немедленно. Кто-то мне прислал фотографию, там взрослое дерево, да? И главное, грамотный, умный мужик. Мой человек, наш человек, который там вот такое нормальное дерево растет, а там вот так пень, он был спилен, и пошли вот так, вот так густо, штук 10 волосков вертикально. И все они зацвели. И вот он мне взял и еще и приписал. Волоски зацвели. Каждый на третий год. Те самые, которые надо было уничтожить. Вы представляете, сколько вреда от этих самых, от вашей учебы. Вот. Я не говорю, что вы, я не извещал ваше творчество, Ольга Исаакова. Но в институте-то в вашем, в этом, в темноте, в Академике, вас же учили, что волоски – это такой бред, такой, какой ненависть они окружены. Не знаю, что на третий год они всегда зацветают. Три дня года вырастет абрикос, и не только абрикос. И цветы увидишь. А они только первый год в улице. Хорошая, мощная, метровая. Нету на них святочек осень. А дальше это, и причем сотня публикаций. И ни в одной не написано, кроме моих сторон и поля. И вот прислали мне фотографию. Еще раз прошу, не найду. То ли в WhatsApp, то ли где. Фотографии вот этого, где прекрасно цветут. У меня своих полно, но кто мне поверит? Так, друзья, наше время истекает. Уральский дачник. Мы работаем исключительно с проверенными поставщиками. Это я к чему говорю, сказать? Сказать? Нахера было мою фотографию спереть и у себя выставить. Какие проверенные поставщики, это моя фотография. А тебе купят саженец. А вы пишите проверенное. Ну? А фотография моя. Значит, что он купит-то? И как красиво все расписано. Трепетно. Ведь ладно бы просто написать грамоты. Трепетно. Вот так трепетно. Кто дурит? Вас дурит, а вы потом поймете. Вам присылают на валом эти самые. Фотографии все натыряны из этого, из интернета все. Но я уже все, мое время истекло. Тут столько еще, это. А самое страшное, для чего еще нужны? Перед посадкой. Нужно же все это купить. Корневин. Колин супер. Итераоксин. Это не все. После посадки у дерева стресс. Еще нужен эпином. НВ-101. Хитозан. Вио. Янтарная кислота. Оказывается, при посадке нужно еще. Коровяк. Конская сила. Гуматкалия. Сочная плодовая. Осмокот. Я половины не слышал даже. А еще необходимо. Скоряком. Конская. А нет. А это я пошел. А летом производят листовые подкорки. А как же. Вы что. Если вы не станете туда добавлять. Планта. Чит. 10.54. 10. НПК. Циркон. Экопин. Так еще осенью. Вы что. А как же без суперфосфата. Удобрение осень. Монокалифосфат. И вот это все. Подлая вещь. Только чтобы. Раздеть вас. Разуть. Вот. Потому что. Иначе ничего у вас не будет. Вас и так не будет. Вот что я вам скажу. Вот. И сколько еще дерьма в этом самом интернете. Я вам потом про это все расскажу. Сколько дерьма. Монокалифосфат. Ой. Боже мой. Зачистить. Отмершую кору. Ты хоть. Мне осталось одна минута. Ты хоть девочка. Которая. Это самое. Зарабатываешь свои серебряные. Ты видишь эту страшную рану. Ты видишь. Что после нее сверли выше. Потому что здесь уже все обмерзло вокруг раны. Все обмерзло. Сосуды все давно мертвы. Поэтому здесь кора уже не может жить. Откуда у нее силы будут у коры. Когда снизу ничего не поступает. И вот она лопнула. И вот уже гнойник вот такой. А теперь что? Зачищать ее будем? У меня сотни таких доказательств. Фотографии. И каждый раз. Вот как они что-то делают. У них рядом раны. Ладно. Еще одну покажу. Представляете, ребята. Формировка яблони в виде чаши. Нахера в вашей яблоне чаша? Для того, чтобы он взял. И демонстрирует нам страшную рану. Страшную. Уже видно, что вокруг все обмерзло. Нет, блядь, позирует. Позирует. Вот такое должно быть дерево. Искалеченное. Ну ты, болелька-то, соображай-то. Ну ладно бы, если бы это самое. Вот посмотрите. Одна рана, вон еще справа. Другая рана. Ты у дерева спросил. Нахера ему твоя чаша? А вы знаете, какой я грубый стал? Уже невозможно все это вынести, выдержать. Как вот эта девушка с черепчего улучшает. Одну ветку. Вторую ветку. Третью ветку. Четвертую. Маленькие ветки. Пятую ветку. Маленькие ветки кончаются. Шестую ветку. И ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Маленькие зарабатывают. Вот уже здоровенную ветку отрезают. Вот еще одну ветку отрезают. Вот результат. Ну а дальше это все. Дальше реклама. Все, у меня голова разболелась. Заканчиваем официальную часть. как раз говорю, ну не буду я так реагировать, ну не буду, ну за что же деревья-то миллионами губят, ведь вы же уничтожили Саиногорский феномен. Этого не было нигде во всей России, таких садов, не было, чтобы деревни покрывались этим оранжевым цветом. Абрикосы как росли? Вот так они росли, смотрите. Сейчас буду все молодые, 3-5-6-7 лет. Вот так и вот так, вот такая черта, и все ветки обязательно лежали на земле. Я замечал, а я же особый, они никогда не ломались. Они упирали землю. На следующий год, на следующий год, плоды-то были собраны или упали, а фермы оставались вот такие. Потом сказали, «Вы что, разве могут быть такие ветки? И давай их отрезать». Ну, уничтожили тысячи деревьев. Уникальных деревьев. Все, выговорился. Знаете, почему я не люблю зеленую стрелу? Очень популярный сайт. Обрезка, водоем, стройка. Ну, молодцы. Но если бы не учили делать деревья круглые, кубические, ведь в них нельзя жить. В искорительном саду нельзя находиться. Нельзя. А у них на этом все основано. Что такое ландшафтный дизайн? Кубы, квадраты, змейки. Тьфу. Я им говорю, одно время подружился. Уже хотели ко мне это самое, приезжать. А потом, ну, по каким-то причинам не приехали. Ну, типа делегация, зеленая стрелы, было в момент. Подружился вроде с руководителем. Он говорит, «Давайте я вам несколько лет в коллекции представлю». Когда он услышал, что деревом нельзя подходить к секаторам, можно, но особый случай. Мы сегодня не дошли до этих случаев. Вот сегодня мы не дошли. Немножко. В следующий раз дойдем, обещаю. Вот. Все варианты, где нужна обрезка, где не нужна. Чтоб мне морды не тыкали, сами режете. А вникнуть желаний нет. Впрочем, это, кинуть кому грязи. И когда я ему этому рассказал, что, о чем я буду, хотелось, серию лекций прямо у них. Не, не, нам не надо. Понятно, потому что после этого, кто же, зачем тогда вообще нужна этот ландшафтный дизайн? По мне, лучше кривая горбатая яблоня, груша с плодами, чем красивое искалеченное дерево, которое на 5-10 год нужно без запила. мы входим, входим в комнату, мы входим, входим в комнату. сегодня, наверное, особый день. Кстати, если у нас всего 20 участников, даже в два раза меньше обычных, да, или в два с половиной раза, наверное, уже, может быть, надо закругляться. Или где-то не было, сейчас сюда не могли попасть. Тут удивлюсь, а, вот почему, вебинар завершен. Да, что-то случилось. Не может быть так мало участников. Что-то случилось. Что-то тут не то. Вебинар завершен, но мы его не завершали. Здравствуйте, люди. Весна близко. Так. Николай, будьте здоровы. Винограду здравия. Так. Юлия Железов, брат это. Здравствуй. Бухтияров, привет. Ольга, добрый вечер. Привет, с Питера. Идем на рекорд, по максимуму, температура около плюс 10. Витихина, добрый вечер. Антон Колесников, Крапивин. Татьяна, Наталья Рушина. Где Ревинар? А, ну все. Короче говоря, часть людей сюда не попала. Вот и все. Жалко. Но я бы надеюсь, потом как-то они, может, записи увидят. А может, уже никогда не увидят. Добрый вечер. Здравия. Ольга. Видите, знак вопроса. Ольга понять не может ничего. Про нас забыли или закончили. В общем, ребята, технический сбой. Технический сбой. Коткова тоже вопрос не попала. Вот. Ладно, подожду. Следующего понедельника. Татьяна не попала. Так. Всем добра. Обновление не помогает. Кто знает, как здорово. А, ну кто-то уже думает, что я уже чуть ли не помер. Раз, раз, это, не смог попасть. Так. Борис Соловьев. Да, в Ютубе все нормально. И тут все нормально. Всем привет. Добрый вечер. Всем не пойму, вебинар закончился уже. Наталья, перейди по ссылке. Поздновато. Здравствуйте. Так. Мы вас нашли. Ну что получается, даже писем нет с вопросами. Так. И так был технический сбой. Можно было, я этого не знал, можно было сразу звонить этому Антону, а я этого не знал, что сбой. что многие не попали. Нельзя написано, вебинар завершен. А мы их и не думали завершать. Ну что, друзья, тогда получается, что вопросов нет. Нет. Наверное, мы на этом и закончим. ну что сказать. Нас мало в украшках. Давайте, друзья, прощаться. Вот. Как сделать, я не знаю, чтобы люди потом хоть запиши увидели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok